Кто из известных людей совершил крайне отвратительный поступок, но это осталось незамеченным. Джон Траволта отказался давать своему сыну прописанные ему лекарства от эпилепсии, потому что саентология не верит в существование психических заболеваний. В результате этого его сын умер. Бывший футболист Челси Марко Солонсо стал виновником смерти 19-летней девушки. Он сел за рулем в нетрезвом виде и посадил к себе нескольких людей. Машина попала в аварию, и одна из пассажиров скончалась. В итоге футболист отделался штрафом в 61 тысячу евро, при том, что его зарплата в неделю составляет 110 тысяч евро. Рэпер Дрейк пригласил на сцену девушку, поцеловал ее и облапал, после чего спросил, сколько ей лет. Она ответила, что ей 17, но он не остановился и продолжил ее лапать и целовать. Стивен Тайлер получил опекунство над своей 14-летней девушкой, чтобы она могла поехать в тур с Аэросмит и быть с ним рядом. Ее родители дали на это согласие. Ситуация вышла еще хуже. Эта девушка в 16 лет забеременела. Причем, по ее словам, это была запланированная беременность. Он сказал ей, что хочет создать семью и сделать предложение, но после передумал и заставил ее сделать аборт. После аборта стало известно, что это должен был быть мальчик. И Тайлер вдруг почувствовал себя виноватым, ведь он всегда хотел сына. Спустя годы он начал выступать против абортов. Врал, что это была случайная беременность и что его девушка сама решила сделать аборт. Та была вынуждена выступить в свою защиту. В итоге Стивен стал защитником брошенных и подвергшихся насилию девочек-подростков. Он открыл приют под названием Дом Дженни. Знаете, одно дело, если бы он во всем признался и сделал это, чтобы загладить свою вину, но нет. Он вообразил себя ангелом-хранителем уязвимых девочек и при этом так и не признал, что он сам издевался над одной из таких. Известный британский певец Бой Джордж приковал у себя дома мальчика по вызову и избил его металлической цепью. Коко Шанель была большой сторонницей нацистской партии. Она была не просто сторонницей, а членом партии. После войны она какое-то время скрывалась, а позже вернулась, чтобы восстановить свою империю. А еще она уволила весь свой персонал, когда работники потребовали соблюдения трудовых прав. У Джимми Пейджа гитариста Лед Зеппелин была 14-летняя девушка, и он точно осознавал, что он делает. Почти 30 лет назад Аркелли написал песню «H ain't nothing but a number» для 15-летней Алии, а затем женился на ней. Дружочек, полезная инфа. Хочешь одеваться стильно и недорого? Тогда рекомендую тебе годный магазин кроссовок и одежды hustle.rf. Ребята продают реплику известных брендов, которая по качеству и материалам не отличается от оригинала. В наличии более 5000 кроссовок и одежды по адекватным ценам. Редкие эксклюзивные модели, которые ты сейчас нигде не купишь. Либо потратишь в три раза больше. У хаслов на сайте только реальные отзывы покупателей. И что очень важно, у них есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если товар не подошел, просто возвращаешь обратно. Для наших подписчиков хаслы предоставили промокод UPVOTE, который дает скидку 30% на все товары. Уже тысячи людей закупились по нашему промокоду. Не переплачивай и трать деньги с умом. Ссылочка в описании. Продолжаем. Почему еще никто не написал про Шона Пэна? Он избил Мадонну по голове бейсбольной битой, когда они были вместе. Ворвался в ее их дом, когда они были в разлуке. Привязал ее к стулу веревкой, отрезал волосы и избил. Он оставил ее там на 9 часов, а потом вернулся и продолжил. Затем он с силой взял ее. В какой-то момент ей удалось вырваться и добраться до полиции. Но в конечном итоге она не стала выдвигать обвинения. Если не ошибаюсь, его также обвиняли в покушении на убийство. Он попытался сбросить какого-то парня с балкона или что-то в этом роде. А также в других нападениях на протяжении многих лет. У Шона Пэна явные проблемы с насилием. Стивен Сигал серийный насильник и шарлатан. Рекомендую послушать эпизод подкаста Behind the Bastards про него. Когда я в 90-х годах занимался айкидо, главой нашего стиля был Шихан Фумио Тойода. Он приезжал на семинары примерно два раза в год. Мы все ходили вместе обедать и он рассказывал нам истории. Шихан был тем человеком, у которого Сигал получил свой первый дан. Шихан рассказал нам, что когда тот был в Чикаго, на съемках своего первого фильма он пригласил Шихана на ужин. Сигал вел себя очень самодовольно и Шихану это не понравилось. Он посчитал его засранцем. Нужно быть очень специфичным человеком, чтобы вести себя как мудак перед своим сэнсэем. Большинство людей помнят Рика Джеймса по его запоминающейся фанк-музыке, его проблемам с веществами или угарной сценке из шоу Шаппелла, Чарли Мерфи, правдивые голливудские истории. О чем люди вспоминают не так часто. В 91-м году Джеймса и его подруга Таня Хиджази были обвинены в том, что во время их недельного кокосового марафона они в течение шести дней держали в заложниках 24-летнюю Фрэнсис Аллей. Они связывали ее, заставляли совершать различные действия интимного характера и прижигали ноги и живот раскаленным концом трубки для курения Крэка. За похищение, нападение и пытки ему грозило пожизненное, но он получил лишь 5 лет, а в итоге отсидел всего 2 года. Мне кажется, что это была довольно отвратительная серия поступков, которую почему-то люди редко вспоминают. Элвис Пресли добивался своей будущей жены Пресцилла, когда ей было 14, а ему 24 года. При этом, предположительно, она оставалась девственностью до их свадьбы. Но это было не потому, что он испытывал к ней какие-то благородные чувства, а потому, что он просто хотел, чтобы его жена была девственницей. В каком-то смысле он делал это, исходя из своего эго и пристрастий. По слухам, он спал со многими несовершеннолетними девушками. Однажды я летел в самолете с Уиллом Уиттоном. Тот просто сидел в наушниках и смотрел фильм. Он не пытался развлечь остальных пассажиров своими остроумными шутками и не рассказывал нам истории звездного пути. Вообще ничего. Просто сидел молча и иногда вежливо вставал, давая пройти даме, сидевшую у окна, когда ей нужно было в туалет. ТК669. Было доказано, что он растлитель и насильник, и при этом так много людей тупо не парятся по этому поводу. Я никогда не смогу слушать или поддерживать кого-то, кто причинял боль кому-либо, особенно детям. Особенно подобным образом. Это отвратительно. Людей больше бесило то, что он стукач, чем то, что он растлитель. Карди Би. Она призналась, что в бытность стриптизершей накачивала мужчин разными веществами и крала у них деньги. Джон Леннон. Челл был самовлюбленным хером, избивавшим жену. Тайга кувыркался с 16-летней Кайли Дженнер, и ему было плевать, узнает ли об этом кто-то или нет. Мэтью Бродерик убил двух человек в аварии, совершенной по неосторожности, и заплатил всего 200 фунтов, выйдя сухим из воды. Крис Бенуа больше известен обстоятельствами своей смерти, чем своей карьерой. Он был рестлером и за свою карьеру получил слишком много ударов стулом по голове. В 40 лет у него был мозг 80-плюс летнего старика. В какой-то момент у него случился нервный срыв, и он убил свою жену, сына, а затем и себя. Узнав об этом, WWE попытались по-тихому его похоронить и сделать вид, что его никогда не существовало, несмотря на то, что в те времена он был огромным мейн-ивентором. Тем не менее, все знают об этом случае. В обществе происходят частые споры, является ли Бенуа жертвой или нет. Но есть еще Джимми Снука, который хладнокровно убил свою девушку, казалось бы, без всяких на то причин. Так вот, этот ублюдок находится взади славы, и никого это не парит. Можно привести в пример большинство рок-звезд 70-х годов, лол. Большинство из них, по сути, были растлителями. Тед Нюджинт писал песни о том, как он проводил время с несовершеннолетними девочками. Одна 13-летняя девочка была замечена с Дэвидом Боуи и Джимми Пейджем. Жесть, как много им сходило с рук. В одной из песен Кис Кристин Сикстин есть такая строчка. Обычно я не говорю таких вещей девочкам твоего возраста, но когда я увидел тебя, выходящую из школы в тот день, я понял, что ты должна быть со мной. Ты должна быть со мной. Это же буквально песня про извращенца, который выслеживает девочек у школы. Люди до сих пор ставят песни Криса Брауна по радио, будто он не пытался убить Риану. А еще был момент, когда он столкнул с лестницей Кару Четран, свою тогдашнюю девушку, после чего суд запретил ему приближаться к ней. Можно привести в пример тупо всех, кто связан с церковью саентологии. Организация, известная своими дерьмовыми и психопатическими практиками. От Тома Круза до Джона Траволты. Никто не замечает их деяния, несмотря на то, что они вовлечены в долбанную секту. А все потому, что они топовые актеры. Салман Хан, индийский актер, убил одного человека и ранил еще четырех бездомных, спавших на улице, врезавшись в них на своем автомобиле. Его также обвиняют в браконьерской охоте на гарн, винторогих антилоп. Кроме того, он домогался известной актрисы после того, как они расстались. Каждый раз, когда суд низшей инстанции выносит ему обвинительный приговор, он подает апелляцию в суд высшей инстанции, который выпускает его под залог. К черту его, к черту этого ублюдка. Марк Уолберг – один из немногих людей в истории, кто нарушил судебный запрет на дальнейшую дискриминацию. Это, по сути, судебный приказ, предписывающий человеку прекратить совершать преступления на почве ненависти. Марка Уолберга задержали в 15-летнем возрасте за то, что он напал на учеников 4-го класса по причине того, что они были чернокожими. Два года спустя он ограбил и избил Вьетнанта за то, что тот был азиатом, а затем избил другого мужчину за то, что тот тоже был азиатом. Одна из его жертв получила тяжелые травмы, а потом он стал Марки Марком. Джо Экзотик был лютым шизом, а также лжецом и преступником, но почему-то в этой истории люди ненавидят Кэрол Баскин. Первый муж Мелисы Беннесс чуть не лишил ее зрения. Она тогда уже на протяжении нескольких лет снималась в сериале Супергерл, как вдруг выяснилось, что у нее поврежден глаз. Актриса сказала, что просто споткнулась и упала дома или что-то вроде того. А на самом деле ее первый муж в порыве гнева бросил в нее свой телефон, попал в глаз, и она чуть не лишилась зрения. Хорошо, что она ушла от этого психа. У нас в Чехии есть народный певец, который во время коммунистического режима делал вид, что он против коммунизма. А на самом деле он сотрудничал с тайной полицией и доносил на диссидентов. По сей день большинство людей назовут вас завистником, если вы снова заговорите об этом. Он пользуется популярностью в Чехии и Польше, при этом получает премию от Путина и пишет российские песни против беженцев. Я ненавижу тебя, Эрамир Наговица. Эмма Робертс выбила все дерьмо из Эвана Питерса. Эмма Робертс – конченная сука. Несколько лет назад я работал в рекламном агентстве, которое спонсировало интернет-шоу, являвшееся частью пресс-конференции Комяком. С нами работало большинство популярных сериалов с лучшими актерами. Ходячие мертвецы во времена появления Нигана, Игра престолов и так далее. Все актеры, которые приходили, были очень крутыми. У нас не было никаких проблем, кроме одной. На шоу нас предупредили, что когда придут королевы Крика, не разговаривайте с Эммой Робертс и не фотографируйтесь. Причем это сказал не какой-то публицист или кто-то еще, а сами создатели сериала, который мы спонсировали. Настолько у нее была дерьмовая репутация. К сожалению, одна из спонсоров не получила памятку с правилами и сфотографировала Эмму. Та обосрала эту девушку перед аудиторией из 30 человек, схватила ее телефон и заставила ее удалить фотографию. К слову, там присутствовали Джейми Ли Кертис, Джон Стамос. Ну вы понимаете, настоящие звезды. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, кто из известных людей совершил крайне отвратительный поступок, но это осталось незамеченным. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok